Я хочу сегодня поделиться такой темой, которую я назвал «Почему Бог за здравость?». Ну, я думаю, все русский язык более-менее знают и слово «здравость» понимают, хотя оно, наверное, такое уже устаревшее достаточно. Но хотелось бы сегодня коснуться вот этого момента, как Бог видит здравость человека. О, спасибо. И что в Божьем представлении здравость, и почему Бог вообще за здравость? И вообще за здравость ли он? Может, он за какое-то вообще что-то такое не совсем здравое? Давайте попытаемся в этом разобраться. Я не хочу, не займу много времени. Притчи Соломона говорят, 3.19. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверлились бездны, облака кропят рассою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. Они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». Вот интересно, я специально начал с этого места, чтобы сразу мы поняли, да, вот у кого Библии нету, вот вы можете там на экране прочитать. За здравость ли Бог, да? Или Бог все-таки придерживается таких позиций, где здравость второстепенна, а может быть на первом плане какая-то нелогичность. Но то, что в притчах здесь говорится, это определенная мудрость, которую Бог открыл человеку. Он говорит, премудростью Господь основал землю, утвердил разумом, и дальше там немножко пропуская, не упуская их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. Храни здравомыслие и рассудительность. Мы коснемся сегодня этих вопросов. Почему для Бога таким был важным вопросом именно храни здравомыслие и рассудительность? Из всех живых существ, которые Бог сотворил на земле, по какой-то причине Он дал способность рассудку рассуждать именно человеку. Я имею в виду к рассудку не в том плане, что, например, у животных, а у животных, кстати, существует психика, элементарная психика так называемая. У них есть поведение, у них есть характер. Они могут приучиться к чему-то. Одни могут быть агрессивными, другие менее агрессивными, одни более живыми, другие менее, или, скажем, более пассивными. Но при этом только людям Бог дал способность вот к этому глубокому рассуждению и способность к осмыслению. Осмыслению. И вот этот важный момент, когда Он говорит «храни здравомыслие и рассудительность», говорит о том, что именно в сторону этих качеств, которые Бог дал человеку, именно на эти качества будет идти атака, будет идти противостояние, будет идти то, чтобы забрать у тебя эту способность, данную Богом. Иными словами, опустить твою жизнь на уровень животного, на уровень инстинктов, и сделать тебя таким образом, знаете, цель врага не просто опустить тебя на уровень животного, а тем самым сделать в лицо Богу плевок. Ты дал ему разум и способность рассуждать, ты дал ему осмысление, но я сделаю так, что он не будет этим пользоваться. Он не сможет это сохранить, и я украду у него это. И он опустится на уровень инстинктов и уподобится животными. И даже есть в Библии пример, я как-то зачитывал в собрании, и там написано, «Как скот я был пред тобой». То есть я опустился до уровня, при котором я не могу осмысливать или поступать в соответствии с тем потенциалом, который ты дал мне. Что само по себе? Кстати, здравый смысл, наличие здравого смысла у человека – это одна из ключевых характеристик его здоровья, психического здоровья. И если вы не знаете или не знали, то на самом деле среди нас достаточное количество с людьми может быть в пограничном состоянии. У них нет еще, может быть, отклонений, которые тянули бы уже на какой-то диагноз, но они находятся в таких условиях, где уже они на грани. Оу, это так задумано. На грани. Если бы я читал бумажную Библию, мне бы пришлось вот так вот делать. Спасибо. Смотрите. И потеря здравого смысла – это один из примеров, когда, точнее, это уже человек заболевает. Ну, то есть он на грани вот этого психического нездоровья. И многие люди не придут этому значения. Они говорят, мы все нормальные, мы все адекватные. Но то же самое, извините, происходит с физическим здоровьем. Когда у вас болит нога, или у вас болит горло, или у вас болит живот, вы не будете ходить и говорить, я в порядке, я в порядке. Все вам окружающие скажут, эй, Ляш, полежи, тебе надо что-то, чтобы тебя прошла эта боль. Но мы не знаем, как выглядит психическое нездоровье, душевное нездоровье. Мы представляем какие-то крайние формы, как Давид там пускал свину по бороде. Но мы не понимаем, что порой очень часто среди нас или рядом с нами есть люди с такими формами проявления, которым мы не придаем значения, потому что вроде они не опасны, но при этом они являются нездоровыми. Может быть, если Господь позволит, мы как-то коснемся этого, углубимся, но тем не менее, что такое само по себе здравомыслие? Что притчи призывают нас хранить? Что такое само по себе здравомыслие? Наверное, суть кроется в самом слове. Здравомыслие – это способность наша, способность человека иметь правильные мысли или способность рассуждать в правильном русле. Кажется, звучит все просто, да? Ну, здравые, правильные мысли. Но на самом деле за этим кроется очень огромный, вот огромный потенциал той способности, которую Бог дал. И если сегодня подумать, а что значит здравомыслить, да? А что значит здравомыслить? Это включает в себя не просто какое-то вот… Я вам попытаюсь сейчас привести какой-то пример. Я думаю, что интуитивно вы понимаете, о чем идет речь, когда речь идет здравомыслить, да? Но, к примеру, вы встречаете на улице ситуацию, когда один человек пытается ударить другого, один вооружен чем-то, другой беззащитен, и ваш разум выстраивает сразу целую цепочку. То есть в данном случае здравомыслие начинает подсказывать вам, может произойти что-то непоправимое, нанесен быть ущерб, нанесен быть вред, потому что ваши мысли в правильном состоянии. Но если вы имеете извращенную форму мышления своего, вы поражены духовно, и у вас пришли вы к тому, что называют маниакальной формой мышления, да, или маниакальными идеями, глядя на эту картину, вы будете говорить, сильнее врежь, чем врежь, я хочу кровь увидеть. Понимаете? Очень часто такие формы мышления формируются именно под демоническим давлением. Люди не понимают, что причиной такой формы мышления может стать духовная зависимость. Они списывают это на культуру, фильмы и бла-бла-бла, но при этом, как бы там ни было, они потеряли то, что притча говорит, храни здравомыслие. Это признак духовной свободы, наличие здравомыслия. Они потеряли и теперь их мышление порабощено уже. В нем нет здравости. В нем есть патология, в нем есть ущерб, поражение. И то, что Бог дал человеку как дар здравомыслия, человек утерял. И вот он смотрит на ситуацию, и он уже не может, вот в чем проблема, он уже не может оценить правильно. Он может оценить только врежь ему сильнее, крови хочу врежь сильнее. Может ли такой человек на земле построить что-то созидающее? Нет. Все его мысли будут приводить к войне, к крови, к смерти. Может ли такой человек воспитать поколение следующее? Созидающее что-то? Нет. Все его воспитание будет приводить надо нападать, отбивать, бить крови. Это, друзья, очень страшные вещи. Потому когда книга Притч говорит, храни здравомыслие, рассудительность, мы по приколу думаем, о, прикольно, классная идея, надо что-то там хранить. Это очень серьезные моменты, которые Бог призывает осмыслить в первую очередь. Я сегодня говорю для того, чтобы каждый из нас осмыслил, какой бесценный дар Бог в тебя вложил. Если ты сегодня здесь, скорее всего, ты не сумасшедший. Кого-то это улыбнуло. Да-да, друзья, если бы вы были сумасшедшими, вы, скорее всего, были в специально заведении, специально обученном для этого заведении. И это само по себе уже великий дар, что вы адекватный. Но есть момент, когда именно на духовном уровне вы должны сохранить здравомыслие, как потенциал свой в жизни дальнейшей созидать, созидать в обществе. Это что касается здравомыслия. Вторая вещь, которая здесь упомянута, рассудительность. Кажется, ну, так это то же самое, что здравомыслие, вот там же здравомыслие, рассудительность. Я хочу немножко внести разницу, да, почему я как бы так вот хочу эту разницу закинуть для вас. Рассудительность – это больше уже качество, это уже свойство обнаружено, опять же, говоря, как потенциал, который Бог вложил в нас, как разумных существ. Наличие рассудка – это способность анализировать, способность выстраивать логические цепочки. Наличие рассудка здравого, да, вот если мы говорили про здравомыслие и рассудительность, да, как Библия здесь говорит, храни здравомыслие и рассудительность, то есть способность оперировать понятиями. В простонародье просто говорят, очень часто вы, наверное, слышали эту фразу, ну, давай, подожди, не спеши, давай порассуждаем. Вот когда кто-то кому-то говорит, давай порассуждаем, люди обращаются, взывают к этому дару, к способности рассудить, то есть шаг за шагом выстроить определенную логическую цепочку на основании чего? Знаний, системы ценностей, мировоззрения, морали и так далее. И вот эта способность к рассудительности – это очень, ну, второй важный критерий того, что Бог дал человеку как личности на земле. Почему? Потому что потеря рассудка, кстати, еще с древних времен потеря рассудка характеризовалась по-разному. Сначала, ну, очень-очень древних времен делили совсем примитивно, там, на просто сумасшествие, на бесноватость и так далее. Сейчас уже, конечно, современные научные подходы делят там на разные стадии сумасшествия, деменции и так далее. То есть, но все это отражает, по сути, один процесс – потерю рассудка, способности рассуждать, рассудительность. То есть, выстраивать цепочки, оперировать понятиями и, вот, скажем, в своей голове, в своем разуме иметь эту целостную картину, которая логична, взаимосвязана. Двигаемся дальше. Пример хочу, ну, или на примере некоторых моментов хочу привести, что такое здравость человека, как вот его способность. Начнем с послания к Титу. Послание к Титу, вторая глава, с первого стиха, говорит, «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Сообразно с здравым учением. «Чтобы старец и были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». И дальше он продолжает, я просто не хочу, дальше считаю, чтобы нас не сбить, я просто акцентирую здесь внимание. Он говорит, еще раз первый стих, он говорит, «Ты учи, ты говори то, что сообразно здравым учением». Это первый момент. А дальше он, перечисляя, говорит, «Чтобы старец, например, были бдительны, степенны, здравы в вере». И он два раза, по сути, упоминает вот это слово «здравы». Говорит то, что сообразно с здравым учением, чтобы старец и были здравы в вере. Давайте попытаемся для себя разобраться, о чем Павел пытается сказать Тимофею. Какому здравому учению и какой здравости в вере он призывает, по сути. Он призывает к этому. И вот Павел, призывая к этому, он, по сути, показывает, что вера наша должна базироваться, быть выстроена на фундаменте. Я подчеркиваю, это очень важный момент. Наша вера выстраивается, базируется на фундаменте здравого учения и здравого понимания Священного Писания и тех вещей, которые мы видим вокруг нас. Это важный, важнейший момент. Почему? Потому что, например, мы видим проявление Божье в природе, мы видим в сотворении проявление Божье, мы видим, как Бог все чудно устроил. И там Писание говорит, что от начала, через рассматривание творений, Божья сила и так далее, видимо, так что вот они безответны, не можем ничем оправдаться. То есть, смысл в чем? Что мы можем видеть Бога в природе, в проявлениях и так далее. И здесь есть ключевой нюанс, ключевой. Это может быть понято, принято правильно только на основании здравого понимания. Здравого, то есть, способности нашей к здравомыслию. К здравомыслию, то есть, способности нашей правильно понять, проанализировать и принять какие-то вещи. И апостол Павел здесь, он подчеркивает, что сообразно здравым учением, чтобы старицы были, например, в любви, целомудрии, здравой вере. То есть, здравое учение, здравая вера. Я понимаю, что это слово уже как оскоминно набило, здравое, здравое, здравое. Но я специально, прежде чем приведу следующие примеры, закидываю такую базу, фундамент. То есть, мы должны с вами понять и для себя уяснить, если моя вера базируется просто на моих неправильных представлениях жизни, на моих эмоциях, на моем субъективном опыте, рано или поздно это приведет меня к какому-то косяку. Рано или поздно это приведет меня к какому-то поражению. Базируется, я подчеркиваю здесь, друзья, фундамент или база, на которой строится моя вера, это может быть невидимая часть. На этом фундаменте уже выстроено мое строение, это моя личная, персональная жизнь духовная. Я могу быть такой движовый, харизматичный, могу быть спокойный, могу петь песни движовые или старинные, это не важно, это не имеет значения. Крепость моего строения, сила, благословение, успех моего строения будет зависеть от того, что лежит в фундаменте. Если в фундаменте лежит здравое учение и здравая моя вера, мое строение будет благословенным и крепким. Если в фундаменте будет лежать искаженное представление, какая-то нелогичная каша, которая, знаете, я намешал из чего угодно, вот, и вы скажете, ну, понимаешь, духовные вещи, они такие сложные. Посмотрите, что происходит, когда вот эта здравость из представления о жизни, она уходит. Откройте сегодня интернет и вы увидите сотни, если не тысячи, разных философий и учений на разные темы. Для кого-то мир это космический разум, кармическая там сущность, и у нас у каждого в центре здесь, в животе, источник энергии, от которого нить тянется и соединяет нас с космосом. Я вам такие байки могу придумывать очень много. Просто на ходу генерировать, а в интернете их вообще сотни и тысячи. И дальше это обрастает своим учением. Прямо сейчас, если вы хотите соединиться с космосом, расставьте ноги на ширине плеч, правую руку положите на живот, одно колено сначала, потом второе колено, одно, второе, чем быстрее вы будете так вот делать, тем быстрее вы будете соединяться с космосом, а потом присядьте, резко вскочите, и произошло вот это вот озарение. Сейчас, конечно, вы скажете бред, но если я буду говорить оно постоянно, вы скажете, о да, я попробовал однажды, мне стало классно, и вы втягиваетесь и вовлекаетесь, и у нас уже движуха, как свидетель соединения с космосом. И понимаете, что когда кто-то придет со стороны здравым, еще здравым, он скажет, вы что, больные, что ли, но потом и он станет таким, потому что он лишится здравости. Я приведу пример, я обещал пример, насколько тонко может действовать вот эта вещь, даже, я привяжу уже пример в церквях, евангельский пример. Смотрите, я однажды столкнулся с такой вещью, разговаривал с одной сестрой, и она мне говорит, как раз вот эти все события в нашей стране, и она мне говорит, ну, Бог же говорит молиться за царей, я так сразу не придал значения, я говорю, каких царей? Ну, царей, ну, царей, за царя нашего. Я говорю, у нас нет царя. Я сразу так, знаете, не придал значения, а потом с другой сестрой разговариваю, и то же самое. Библия говорит молиться за царей. Я говорю, каких царей? Ну, как, ну, президент. Я говорю, ну, так за президента или за царя? Ну, Это прообраз, но что ты цепляешься к словам? Это образы. Я бы хотел даже спросить сегодня, есть ли кто-то, кто верит в то, что на самом деле да, это образы. И сегодня, когда мы читаем в Библии, даже прочитаю вам, 1 Петра 2 глава 13 стих, с 13 стиха написано. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаем мы для наказания преступников и поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы делали добро, и так далее, и так далее. Всех почитайте, братство любитесь, Бога бойтесь, царя очтите. Есть такое место в священном писании, согласны, да? Теперь можете поднять руки, но я не знаю, увижу, не увижу, кто понимает, что да, сегодня прообразом вот этих царей, которые здесь упомянуты, являются президенты. Поднимите ваши руки. Есть один, попался, еще есть? Остальные же стесняются, да? Еще вот есть один. Смотрите, а теперь приведу второй пример. Я понимаю ваш пример, что да, как бы это прообраз, но я хочу привести теперь второй, оппозитный пример. Я прочитаю еще одно место священного писания. Послание к Титу, 2 глава, с 9 стиха. «Рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать добрую верность, всю добрую верность, дабы они были украшением, учению Спасителя Бога нашего». И еще одно место Тимофея, 6 глава, с 1 стиха. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, чтобы они верные и возлюбленные, благодетельствуют им. «Учись ему и увещевай». Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, учения о благочестии, тот горд, ничего не знает, заражен страстью, состязанием, словопрением, о которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения». И теперь у меня, внимание, вопрос. Кто на сегодняшний день ассоциирует себя с рабом, не в контексте «мы рабы Иисуса Христа» и так далее, просто с рабом. Вот я на земле здесь раб. Раб, как у людей там, не знаю, на заводе, на предприятии, где я работаю, я раб. Вот есть такие, кто себя так ассоциирует? Один человек есть, окей. Смотрите, я пытаюсь сейчас провести вот параллель. Мы знаем с вами, что рабство как система существовало до определенного века. И тогда, когда писалась Библия, эта система действительно была. И потому, когда апостол Павел пишет, кто учит иному, не следуя здравым словам Господа, он объясняет. Есть в этот момент на земле существующая система. Здравое мышление мое, апостола Павла, подсказывает мне, что украшением нашего Господа будет, если рабы, находящиеся под игом, то есть, иными словами, он не говорит, я за или против рабства. Он не говорит, я понимаю или не понимаю это. Он говорит, я знаю одно. Мне подсказывает здравая мысль, что если рабы, находящиеся под игом, у своих господ, то бишь, я не знаю, почему они рабы, но если они, находясь там, будут вести себя, как свиньи, из-за того, что они верующие, из-за того, что они христиане, они будут вести себя неадекватно, плевать на своих хозяинах и так далее, и так далее, будет поношение имени Христову. Поэтому он говорит, я призываю вас. Он не оправдывает, не говорит, я за рабство или против. Он говорит, я просто призываю вас. Я не знаю, почему в том историческом контексте вы оказались рабами. Но рабы, под игом находящиеся, должны почитать своих господ достойными всякой чести. Нам сложно сегодня даже это понять, потому что мы никогда не жили в контексте рабства. Рабство было отменено задолго времени, задолго, много времени, до того, как мы вообще родились. Мы даже не знаем близко этого времени, когда были рабы, когда не было полной свободы, когда люди были, как вещь покупались и продавались, поэтому, когда мы читаем сегодня слова апостола Павла, что рабы должны почитать господ своих. Мы чувствуем внутри, вот просто включите логику сейчас, рассудительность. Мы внутри себя чувствуем, у меня нет надо мной господ в виде людей. У меня нет господ. Сегодня ни один человек не господствует надо мной. Я не знаю, может, у вас они есть. Я уверен, что нету. Сегодня в вашей жизни есть власть родителей над вами, но эта власть иная форма, это не господство. Вас не купили как вещь. Вас никто не захватил и не сказал, мне не важно, что думаешь ты, я привязываю тебя цепью к столбу, и ты будешь сидеть здесь. Над вами нет господ. Поэтому вы сегодня не можете на себя примерить, даже примерить идеи, которые Павел здесь закладывает и говорит рабы под дыгом находящиеся. Но мы можем это брать себе как прообраз при отношении к нашему Господу. Но я теперь хочу соединить два места, друзья, чтобы мы очень вами понимали правильно, что когда мы сегодня легко, особенно часто молодые братья-проповедники, они легко так берут прообразы, сыплют, что иногда жутко становится. Это прообраз. Это образ. Это прообраз. Здравомыслие и рассудительность для того даны Богом, чтобы выстраивать логику четкую. Когда мы берем это прообраз, потому что мне это нравится, о цари, давайте молиться сейчас за президента, потому что Библия говорит молитесь за царей. Хей, подождите, холдан, давайте тогда молиться за нас, за рабов. Вы же овцы здесь в стадии, я же пастырь. Давайте тогда сейчас считать, что как я пастырь, а вы овцы, то вы будете рабами мне. Почему нет? Как овцы повинуются пастырю во всем, так и вы будете повиноваться, ибо вы рабы теперь. Вы скажете, пшшш, сракуйся, тебя заносит брат. Мы не рабы, мы нормальные, обычные, свободные люди. Максимум, что мы можем представить прообраз, мы рабы Христовы. Так подождите, давайте будем последовательны. По отношению к государству мы говорим цари, это цари наши. Есть ли у нас цари? Или царство, царство как таковое в гражданском нашем обществе было отмено точно так же, как и рабство в свое время, правда? Или нет? Было или нет? Было. Мы понимаем, что произошли смена эпохи, смена поколений, смена государственного устройства. Это не говорит о том, что Библия теряет там актуальность свою или что-то еще. Это говорит лишь о том, что Павел говорит, согласно здравым словам Господа, я хочу сказать вам, что в текущей реальности, в которой вы живете, если вы рабы, находящиеся под игом, я рекомендую, я говорю вам делать так, так и так, почему? Потому что так устроен сейчас этот мир. И мы с вами благодарим Бога и говорим, что мы больше не рабы, что наши предки не были рабами, что крепостное право когда-то было отменено. Люди получили определенную свободу и вместе с тем был упразднен царь, было упразднено царство как таковое, потому что, послушайте, если разбираться и быть, вот я говорю, опять же, у кого-то подмывает сейчас, но это прообраз. Это же прообраз. Царь и президент, это же прообраз. Но послушайте, юридически царь и президент имеют абсолютно разные права, правда? Царь имеет огромные полномочия всякие, Библия четко говорила, когда вы поставите себе царя, вспомните, о чем говорил Бог израильскому роду, не делайте себе царя, не ставьте себе, я буду у вас царем, потому что царь заберет ваших сыновей и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то мере упразднение царя как позиции в нашем современном обществе это благословение от Господа, потому что человек, который забирал огромную часть прав людей, данную Богом, такой позиции больше нет. Ровно как и благословением в свое время была отмена рабства, отмена крепостного права. Поймите, это пришло благословение от Бога. Люди перестали продаваться как товар, люди перестали как вещь продаваться. Благословение было в том, что рабство было побеждено. И то же самое сегодня. Царизм как форма управления, которая лишала общества огромных прав, было упразднено. И сегодня общество вышло на другой уровень и договорилось. Будет избираться президент. на определенный срок. И потом будет переизбираться. Он не будет иметь права царствовать вечно. Поэтому, когда сегодня мы с вами говорим, легко бросаемся, мы должны молиться за царей, которых Бог над нами поставил, тогда давайте уже быть последовательными и говорить. Мы хотим быть рабами. Мы хотим, чтобы у меня был... Я хочу, чтобы у меня был господин. Правда? Кто хочет, чтобы у него был господин, человек вот какой-то. Никто не хочет в рабство, правда? Вам дорога свобода, потому что Бог сотворил вас свободными. Это дар от Господа свобода воли, свобода личности. Поэтому рабом никто не хочет быть. И поэтому Бог говорит, храни здравомыслие. Когда ты способен проанализировать то время, в которое ты живешь, проанализировать те условия, в которые Бог поместил тебя. Итак, друзья, как хранить здравость? То есть пример с рабством и царством вы поняли, да? Я понимаю, что может кто-то с этим не согласен, и все-таки вы все равно стоите на позиции, что это прообраз, аналогия царь, президент и так далее, и так далее. Можете после собрания мы можем с вами об этом еще раз поговорить, еще раз обсудить, но пример, я думаю, понятен. Царство упразднено, как таковое, рабство упразднено. Если мы хотим применять аналогию то давайте будем последовательно применять аналогию с рабами тоже. Мы хотим быть рабами, и тогда молитесь за царей сколько угодно. Если же вы не хотите, чтобы над вами господствовал человек, то тогда осознайте, я буду молиться за власть, которая есть. Я буду молиться за власть, как институт, установленный Богом, но царя больше нет. Есть президент, есть другие ветви власти, и за них надо молиться и благословлять. И более того, они установлены Богом для порядка. Это отдельная тема. Но как сохранить здравомыслие? Я выделил два аспекта, очень важных. Первый. Они, конечно, покажутся вам сразу странными. Если бы они были очевидными, то это было бы неинтересно, правда? Если бы я что-то сказал сейчас очень очевидное, такое, как сохранить здравомыслие, просто храни его. Вы бы сказали, come on, серьезно? Ну, ты вышел проповедовать, как сохранить здравомыслие, и говоришь, просто сохрани его? Это было бы неправильно. И вот, смотрите, первый аспект или первый важный момент, как мы можем хранить здравомыслие, Библия призывает нас хранить, это социальность. Первый аспект это социальность. Я поясню сейчас. Существует очень сильная ловушка, духовная, демоническая, как угодно называйте, ловушка врага. Это ловушка, она даже приводит к определенным расстройствам личностным. это ловушка сверхценности, уникальности. Некоторые психопатические расстройства обладают характеристикой сверхценности личности. Люди, которые имеют это расстройство психопатическое, у них есть вот эта вот тенденция к сверхценности своей личности. Они говорят, только я могу, только я могу сделать сейчас что-то, только я, никто другой. Может, вы встречали таких людей в жизни и в своем окружении, и вообще в целом. И вот смотрите, друзья, социальность в данный момент, как действует тоже обольщение, например. Человек приходит и говорит, мне открылась одна очень глубокая вещь. Ему говорят, это бред. Он говорит, вы просто недоросли. Понимаете, ловушка захлопнулась. То есть человек становится в такое положение в обществе, что как бы ты ему не говорил о том, что он бредит, он говорит, просто ты недорос. То есть я нахожусь на каком-то уровне, который ты не понимаешь. И когда ему говорят 10 человек, что он бредит, 15, 20, 40, неважно, он говорит, вы, ребята, просто недоросли до меня. Эй, недоросли. потому социальность это один из первых аспектов хранения. Я понимаю, что кто-то скажет, ну, давай, пруф, да? Я уже молодежный сленг учу потихоньку. Какие ваши доказательства? Послание к римлянам говорит, 12 глава с 3 стиха, по данным неблагодати, всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил, ибо, вот смотрите, я подчеркиваю вот это, отлично, спасибо, там просто черным текстом на черном фоне высвечено, вот, и мышка белая где-то бегала, да? Вот видите, это слово ибо там написано, послание к римлянам, 12 глава с 3 стиха, вторая попытка вам, пацаны, ибо, как в одном теле, у нас много членов, вот почему это ибо стоит, перед этим отмотайте предыдущих стих, не думайте там себе более, нежели должно, да, то есть, не думайте, что вы становитесь на какой-то позиции такой высокой, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил, и дальше идет такое продолжение, вот мы приходим к этой социальной функции, да, ибо, так как в одном теле у нас много членов, но не у всех одно и то же дело, именно по этой причине вы можете сохранять свой здравый смысл, доверяясь тому, что люди вокруг вас обладают другими дарами, и они могут подсказать что-то вам, потому что видят, что вы уклонились от чего-то, и вы можете подсказать что-то им, и когда вы начинаете этому доверять функции этой тела, тогда вы сохраняете здравый смысл. Открою еще большой секрет, мышление, речь в человеке, способность к рассудительности, вот рассудок, здравый смысл, это все последствия и функции социального общества, или пребывания человека в социуме, социализации вообще, нахождение. Кто слышал про детей Маугли когда-нибудь? О, пару человек, да? Это Маугли, когда поженился, и у него родились дети, и это вот их назвали дети Маугли. На самом деле есть такой феномен психологический, дети Маугли. Дети найденные где-то в изоляции от общества, дошедшие до определенного возраста. Некоторое количество из них было найдено там, кто-то в лесу, где-то в разрушенных там, где-то звери воспитали кого-то, потому их назвали по аналогии с мультиком или сказкой дети Маугли, но некоторые из них прошли этапы исследования определенных, практически никого из них не научили нормально говорить, нормально жить в обществе, выражать свои мысли, иметь какие-то контакты социальные, и многие из них умерли очень ранним возрасте. На самом деле мы не понимаем и недооценим то, что Бог сотворил нас социальными, то есть людьми, помещенными в общество, мы не можем быть одиночками, поэтому когда здесь Библия говорит, что не думайте о себе как о ком-то уникальном, о ком-то суперотделенном, знающем супер-пупер истины, если у вас есть это, у меня для вас плохие новости, вы в опасности, вы говорите, нет, я просто супер-помазанник, я тоже, но я в обществе, и я понимаю, что я в обществе, я в теле, и поэтому, когда вы придете ко мне и скажут, что ты за бред сегодня нес, я говорю, давай об этом поговорим, я хочу прислушаться к тебе и понять, а может, ты прав, и это позволит мне сохранить рассудок, это позволит мне быть последовательным в моей жизни, какой бы я помазанник не был, но я готов послушать вас, потому что написано в теле много членов, в теле много членов, и не у всех членов одно и то же дело, кто-то придет с другими дарами и направит вас более эффективно в вашей жизни и поможет вам действовать, и вот поэтому он говорит, порознь мы члены, а многие составляем одно тело во Христе, и по данной нам благодати имеем различные дарования, имеешь пророчества, пророчества по мере веры, служения, пребывай в служении, учитель, учение, увещевание и так далее, и так далее, но мы многие составляем одно тело, поэтому социальная функция тела Христова помогает нам с вами хранить здравомыслие, хранить рассудок, не думайте о себе более, нежели должно думать, но понимайте, что вы вовлечены в тело, и это как раз приводит нас к второй вещи, вторая ловушка, которая бывает, это попытка убедить себя в том, что в мире, в моей жизни ничего не значит развитие, ничего не значит мудрость, образование, вообще рост какой-то, это не главное, типа того, что знаете, Бог взял немудрое мира и поднял его, то есть я такой вот баран, немудрый, и Бог однажды придет, возьмет меня за шкирку, подымет, и все, о, класс, красавчик, молодец, супер, такого не будет, друзья, это наши ленивые мечты, на самом деле, Библия призывает нас конкретно развиваться, Бог дал потенциал, способность к мышлению, поэтому, когда вот он говорит, что в теле разные дары, разные, разные вот моменты, которые мы можем употреблять, он как раз и по ним показывает, что ты можешь послужить кому-то, и кто-то может послужить тебе, ты обладаешь одним потенциалом, кто-то обладает другим, и вы можете друг другу помочь, если вы не изолируете друг от друга, а храните здравомыслие, храните здравый смысл, и четко понимаете, где вы, по мере своей веры, по мере своего роста, так вот, второй момент, это приобретай мудрость, приобретение мудрости, тот же Соломон советует, 23 глава притч, с 23 стиха, купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума, торжествует Отец праведник, и родивший мудрого, радуется о нем, да веселится Отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя, он говорит, пусть, он говорит, тот, кто родил мудрого, он радуется, и праведника, пусть твоя мать, и твой Отец радуются, Соломон говорит, очень красиво, витиевато, но важна его первая фраза, которую мы прочитали, в 23 стихе, купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума, и вы скажете, хо, что бы это могло значить, это могло бы значить следующее, каждый из нас, в жизни своей, каждый день, имеет возможность, благодаря, в том, что Бог вложил в меня здравомыслие, рассудок, покрупиться, из каждого дня, приобретать, опыт жизни, расширять, и углублять, свою систему ценностей, покрупиться, из каждого дня, извлекать драгоценность, добрый совет, чью-то мудрость, сильную позицию, достоинство, веру, правильный поступок, покрупиться, из каждого дня, извлекать это, и вкладывать в себя, и потому он говорит, купи истину, приобрети ее, заплати цену, чтобы взять себе это в жизнь, и кто-то говорит, что значит заплати цену, это значит подними свою попу с дивана, вместо того, чтобы сидеть в каком-то очередном контакте, инстаграме, листать бесконечную ту ленту, начни изучать английский язык, начни читать какие-то книги, которые имеют смысл, начни общаться с людьми, которые рассуждают глубоко, займись своим развитием, духовным, интеллектуальным, эмоциональным, научись чувствовать что-то в мире этом, отличать добро и зло, углубляться в том, для чего ты призван на земле, и потому Библия говорит, купи, вложи себя, и говорит, не продавай разума, мудрости, учения, не продавай, означает, не позволяя этому утекать из твоей жизни, иногда люди говорят, ой, я за последнее время так отупел, почему, потому что ты позволил мудрости, разуму, и учению, утекать из твоей жизни, что это значит, человек начинает идти по наиболее пути легкому сопротивлению, мудрость подсказывает, если ты сегодня остановишься в чем-то, вот сегодня, 10 минут моих прошло уже почти, сегодня, в утреннем собрании, Сергей Потапчук, приводил очень классный пример, про пловцов, да, если даже ты победил на Олимпиаде, пойди, и в следующие 24 часа, продолжай развиваться, продолжай заниматься, почему, потому что это важно, потому что это тебе остановит, либо от твоей гордыни, либо удержит тебя от горечи, разочарования, поражения, но в любом случае, ты продолжаешь развивать потенциал, который дал тебе Бог, но большинство людей говорит, я и так уже достиг, я и так уже победил, я хочу расслабиться, и когда они расслабляются, они позволяют чему-то из своей жизни утекать, и каждый новый шаг, это шаг по пути наименьшего сопротивления, мудрость говорит, развивайся сейчас и дальше в будущем, ты будешь более благословен, твои дети будут благословенны, у тебя будет больше успех в жизни, ты больше пользы принесешь, но думаешь, так тяжело, хочется пузо почесать, полежать, путь наименьшего сопротивления, и говоришь, ну я же ничего не теряю, теряешь, друг, вот что ты приобретаешь, пустой экран, как результат, да, еще раз, высветием 20, вот это вот, следующий, еще, ну тогда предыдущий, 23, а да, не продавай, не позволяй этому утекать, что ты теряешь, ты теряешь, мудрость, которая утекает из твоей жизни, разум, понимание, здравость, ты опускаешься на уровень примитивных лозунгов, скелетного мышления, клише, штампов, стереотипов, видите, как я сколько много слов знаю, я потратил 7,5 лет, изучая психологию, для того, чтобы знать эти слова, поэтому, друзья, хочу вдохновить вас, кто-то скажет, ну я не могу, я тупой, да, ты тупой, да, ты не можешь, но для тебя есть обетование, послание Якова, последнее место, которое я прочитаю, послание Якова, 1 глава, с 5 стиха, я хочу, чтобы вы следили, особенно те, кто тупой, послание Якова, 1 глава, с 5 стиха, если же у кого из вас недостает мудрости, ну, вы понимаете, о чем идет речь, да, проси у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросить с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаем, развиваем, Яков пишет, да, бывают ситуации, когда ты говоришь сам себе, ну я тупой, я не понимаю, я не понимаю, я уперся, я в тупике, но тогда вы можете сказать, у меня есть Господь, Боже, дай мне мудрости, я не дорос, ну дай мне мудрости, я не способен, ну дай ты мудрость свою, и Бог всегда придет в этом вопросе, это его обетование, он говорит, у кого не достает, кто чувствует, что он не справляется, не вытягивает, проси у Бога, немало не сомневаясь, давайте мы помолимся сейчас об этом, сомневаясь,